Некоторые герои хороши на турнирах, другие идеально подходят для ранговых матчей, а на третьих можно просто чилить, разнося противников. В этом видео мы рассмотрим все категории, но, конечно же, с упором на обычные ранговые игры. Всем привет, это Бостон! Поехали! Начнем с Халида, который отлично себя показывает в турнирной мете. За основу мы берем статистику куба героев в 14-м сезоне MPL Индонезии. Халид уверенно идет с хорошим процентом побед, и его достаточно часто берут. При этом в рейтинговых играх он тоже в топе. Почему так? У Халида высокая скорость перемещения за счет пассивки, поэтому он может быстро подключаться к тимфайтам. Плюс к этому у него неплохой урон, хороший контроль с ульты и, конечно же, прекрасная выживаемость за счет второго навыка. Собирают Халида исключительно в танковку. Частенько через штормовой пояс, но, учитывая нерв предмета в недавнем патче, можно обойтись и без него. Единственный минус, что в такой сборке Халид становится больше командным героем, который в Соляру вряд ли затащит катку, другое дело Бэйн. Он также хорошо показывает себя одновременно и в турнирной мете, и в рейтинговых играх. Главное преимущество героя в том, что он ультимативно сильный и простой по геймплею лесник. На нем не нужно учить сложные комбинации или какие-то механики. Достаточно знать основы фарма, ганков, пуша и тимфайтов. Из-за того, что Бэйн боец, он легко сноуболит игры, доминируя вражеских лесников, ассасинов, оставляя мало шансов на камбэк. Герой очень сильный в харассе за счет первого навыка и в тимфайтах за счет ультимейта. Плюс за счет второго навыка этот герой очень мобильный и у него есть встроенное лечение. А еще это один из немногих героев с нереально крутым покупным эпик скином и лишь единицы знают, как его получить максимально выгодно. Dada Gold официальный партнер Mobile Legends для пополнения внутриигровой валюты. А алмазы тут дешевле за счет отсутствия сторонних комиссий. Плюс только сейчас при пополнении ты сможешь принять участие в еженедельном розыгрыше алмазов. А по промокоду DUCATI сразу же получишь скидку в 2%. Для пополнения выбираем нужную сумму, вводим ID сервер и проверяем направленность ввода. Оплата происходит по СБП, а алмазы поступают на счет мгновенно без каких-либо задержек и со всеми внутриигровыми бонусами. Например, 12-14 октября при пополнении мы получим тикеты в событии DUCATI и так далее. Плюс к этому в паблике ВК Dada Gold постоянно проводятся различные конкурсы именно там. Будут оглашаться победители, получившие алмазы. Поэтому обязательно подписывайся на их паблик, переходи по ссылкам в описании и пополни алмазы супервыгодно сервисом Dada Gold. Ты спросишь, а есть ли похожая ситуация на линии золота, чтобы герой и на турнире разносил и в соло ранге? Конечно, есть этот герой Натан. 66% побед на MPL и 53,3% в рейтинговых играх. Особенно хорошо будет, если у тебя в команде окажется не магический лесник или эксперт. Натан будет суперкрутым вариантом для ранговых и даже турнирных игр. Он раскрывается после покупки двух-трех предметов ближе к мидгейму. На мой взгляд, самое важное, это то, что у него высокая скорость передвижения за счет пассивки и есть быстрое перемещение с ультимейта. Также неоспоримое преимущество Натана в том, что против него не соберешь антифиз, в то время как сам он может его собрать. А с помощью ульты он способен быстро сблизиться с вражеским стрелком. Для какой-нибудь Лейла или Лесли это очень критично и болезненно. Как ты думаешь, какого героя банят в 97% на турнирах и практически не банят в рейтинговых играх? Да-да, этот герой чип. Ультимативный роумер, способный навести суету в ранговых матчах и, кстати, с очень хорошим винрейтом. Мне он нравится не только тем, что ставит портал ультимейтом и призывает к себе в тимфайт всех союзников, но прежде всего хорошим уроном и контролем. Зачастую в послематчевой статистике я наношу урона не меньше союзных дамагеров, а то и больше. Конечно, печально, что ему нерфанули перезарядку специального навыка, которому мог телепортироваться по карте, но зато теперь у него стало еще больше контроля за счет обездвиживания с ульты. Вообще, даже не учитывая его имбультимейт, герой суперсильный и высокоподвижный, а большего роумеру не пожелаешь. Это тот случай, когда герой роумер может действительно повлиять на исход матчей. На центральную линию берем либо Виксану, либо Аврору. И у того и другого героя сбалансированный урон и контроль. Виксана мне нравится чуть больше, потому что им можно быстро защищать волны миньонов и переместиться на ганг. И тот и другой герой идеально контринициируют за счет своего контроля, поэтому особенно эффективно они проявляют себя в тимфайтах, а также против агрессивных врывов танков и бойцов. В общем, эти герои сбалансированы на дополнительный этап практически любой команды, как высоким уроном, так и контролем, причем и на турнирах, и в рейтинге. Но что если ты хочешь тащить игры в соло, не обращая внимания на команду? Есть ли герои, которые даже без адекватной тимы способны набить огромное количество киллов и тащить игры? Да. Например, на центральной линии можно взять Люнокс, хотя этого героям можно брать и на линию голды, и сейчас настали такие времена, что многие герои могут пойти и на гол. Люнокс именно тот герой, которому вообще никто не нужен. Она самодостаточна, и чем больше мы на ней соберем урона, тем лучше. Многие на нее берут пронзающий первым предметом, но на мой взгляд надежнее будет собрать палочку гения, священный кристалл и жезл молнии, дополнив это еще парой предметов по ситуации. Хотя если уверен в своих силах, собирайся через пронзающий, пока его еще не нерфанули. На этом герое важно чувствовать, в какой момент стоит использовать светлую и темную льту. Темная – это наш обоюдоострый меч. С ней мы наносим максимальное количество урона, но при этом именно в темной форме мы больше всего уязвимы. Поэтому нужно четко продумывать подходящую ситуацию на поле боя для использования ультимейта. Несмотря на теоретически хороший импакт на поле боя, Люнокс – непростой герой, на котором потребуется много практики, но в конце концов оно того стоит. Ван Ван – еще один идеальный герой для соло ранга. Все дело вот в этих небольших строках в недавнем патче на основу. На MPL после патча Ван Ван также стали брать намного чаще. При этом чем больше будут ошибаться противники, тем сильнее будет Ван Ван. Для реализации этого героя вражеские игроки должны ошибаться, подпуская Ван Ван слишком близко, не нанося ей урона. В обычных рейтинговых играх выбивать метки на врагах легко. Враги часто недооценивают этого персонажа и ошибаются. Соответственно, тащить игры не составит никакого труда. Еще немаловажно, что у Ван Ван есть очищение на навыке, и у нее высокая скорость передвижения за счет прыжков. Главное, не забудьте отключить преследование в движении. В лесу для соло тача тоже есть герой – это Хаебуса. Проблема лишь в том, что его слишком часто банят. И даже если ты хорошо его натренишь в обычке, в рейтинге тебе его дадут взять лишь в 15, максимум в 20% игр. Нового героя Суё опять же банят достаточно часто, и он тоже очень сильный, если правильно использовать его комбинации. Если же забанили Хаябу и Суё, то можно взять Линга, который также часто пикается и в турнирах, и в рейтинге у него хороший процент побед. Всех трех этих героев в одной игре, скорее всего, не забанят, поэтому будем считать этих трех персонажей как за одно место в надежде на то, что кто-то из них не окажется в бане. И соло тащить на XP нам, конечно же, поможет Эдит. Чем она мне нравится, так это тем, что у нее не только хороший контроль и танковка, но и супер-высокий урон в состоянии ультимейта. Кроме этого, за счет пассивки Эдит может быстро забирать черепаха лордов, потому что пассивная способность наносит им высокий урон. При желании героя можно дополнительно собрать рай с копирой и наносить еще больше урона. Ну и, конечно же, в обычном состоянии Эдит очень хорошо контролит и контр-инициирует вражеские врывы. Главное на этом герое постарайся использовать ультимейт только тогда, когда накопится максимальная ярость. Хилос, даже несмотря на нерв, все еще очень сильный роумер. Да, теперь в лейтгейме у него меньше защиты и меньше хп, но он все еще способен показать хорошие результаты, в основном за счет хорошей мобильности, хп и урона. Аура Хилоса все так же мощно замедляет врагов, наносит им урон, а хп все еще хватает. Ультимейт также, как и раньше, помогает союзникам отступать или преследовать врагов и инициировать файты. Да, герой уже не такой жирный, как был еще месяц назад, но он все еще в состоянии тащить игры, даже несмотря на свое ослабление. Джусинь очень интересный феномен. В турнирах у нее не очень хороший процент побед, но зато в соло ранге она вносит внушительный импакт, тем более недавно ее еще немного усилили, снизив затраты маны на фонарике, так что если в соло ранге ее не забанили, бери и не прогадаешь. Да, урона у этого героя не так много, зато куча контроля, замедлений, именно на этом герое проще всего ловить врагов на ошибках. На турнирах игроки ошибаются достаточно редко, но в соло ранге совершенно другая история. Как только враг зашел не туда, сразу же ловим его вторым навыком и в большинстве случаев не отпускаем. Ну а если у тебя окажутся адекватные союзники, которые будут подключаться к твоему контролю и вносить урон, то победа обеспечена. Джусинь очень неприятный маг для соперников, им постоянно придется высчитывать дистанцию, чтобы ты их не задел, не подбросил поближе к союзной команде. А к лейтгейму у нас появится еще и неплохой урон. Ну что, теперь поговорим про героев, на которых можно особо не напрягаться. В лесу самый человый герой, альфа, максимально простой. Его никто не банит, при этом он легко разносит вражескую команду. Интересно, что в киберспорте у альфы тоже достаточно хороший процент побед, и его очень часто берут и банят. Берем альфе классическую сборку для бойцов, состоящую из топора войны и крыльев. Эта комбинация идеально работает на героя. Единственное, что может нас остановить, это контроль. Поэтому постараюсь влетать в файт вторым эшелоном. Фовиус не обладает каким-то невероятным контролем или выживаемостью, но в киберспорте в рейтинговых играх у него очень высокий процент побед. Опять же, это достаточно простой и в то же время динамичный и интересный герой. С этим персонажем ты особо не напрягаясь будешь подниматься в рейтинге. Тут не нужно думать ни о танковке или о каких-то нереальных комбинациях. Просто играешь, используешь навыки и разносишь противников. Он достаточно сильный как в файтах один на один, так и в командах, боях. Ну и конечно же, он просто профессионально наводит суету в дальних рядах противника за счет постоянных прыжков с ультимейта. Для расслабона на саппорте, как нельзя лучше, по концепту и по геймплею, конечно, подойдет чип. Но он уже был в нашем рейтинге, поэтому нам понадобится Ангела и потный друг. План такой, мы будем просто чилить на Ангеле, вселяясь в союзника, который будет нас бустить. Классно я придумал. Еще бы. Да, более кайфовое поднятие ранга, наверное, сложно себе представить. Ангела не самый эффективный герой в киберспорте, хотя по ситуации ее берут часто. И у нас остался финальный герой топа. Как играть на расслабоне на линии золота, сложно себе представить, потому что тут постоянные ганки, и как бы напрашивается Лейла. Но с этим героем многое будет зависеть от вражеской команды и насколько часто они будут тебя ганкать. Поэтому просто добавлю сюда Мелису, как универсального героя Ленингалды. Я выделил Мелису, так как сейчас большое количество бойцов и ассасинов. А с помощью ультимейта на Мелисе будет достаточно комфортно защищаться от всех этих бесконечных ганков. Плюс у нее хороший пуш потенциал и высокий массовый урон через куклу. В общем, на мой взгляд, это прекрасный герой для соло ранга, и на нем можно неплохо почилить за счет ультимейта, который будет отталкивать ненавистных ганкеров. Надеюсь, это видео было для тебя полезно, и теперь тебе будет еще проще подниматься в рейтинге. На этом все. Всем спасибо за просмотр, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok